коллеги всем доброе утро с вами виктор паньков сегодня 23 декабря и мы начинаем математический анализ валютного рынка форекс и так евро доллар евро доллар вчера не смог закрепиться выше трендовой линии несмотря на то что мы отмечали что вроде как был ретест и мы даже пошли на пробой локального максимума даже его обновили но тем не менее затем американцы развернули рынок и мы улетели вниз на коррекцию по факту сейчас у нас данный актив прибывает своеобразном флете с уменьшающейся амплитудой быки давят наверх но в свою очередь медведи выталкивают рынок нисходящим направлении то есть видим постоянно у нас обновляется локальный минимум и также локальный максимум за последнюю неделю не смог обновиться поэтому здесь идея следующая что рано или поздно вот это накопление перейдет в какой-то апогей будет выстрел и выход с дальнейшим направлением трендового движения по факту сейчас мы имеем следующую картинку технически у нас есть некая линия поддержки и сопротивления здесь находится несколько стоп лоссов участников поэтому приоритетное направление в краткосрочной тенденции это вверх до вот этой линии поддержки сопротивления затем наиболее вероятный сценарий это спуск снижение до вот этой желтенькой области соответствующие нашему структурному структуре движения цены более дальняя цель снизу 1 20 91 1 21 02 после которой мы сможем уже рассматривать сценарий движение восходящем направлении но будьте внимательны после такого флета да еще и в начале дачу и в конце года может произойти все что угодно тем более что у нас осталось не собранная ликвидность сверху это 1 22 88 1 23 11 целевой диапазон поэтому произойти может все что угодно но наиболее вероятный сценарий это именно вот такой то есть движение к линии поддержки сопротивления снижение вниз здесь мы можем с вами допустим нарисовать вот такую структуру движения ну и видим что как раз если мы оттолкнемся от этой линии попадаем в наш целевой диапазон фунт доллар фунт доллар продолжает также находиться в небольшом флете после такого достаточно волатильного понедельника вторник получился не очень живеньким но хотя в целом движение составило более 140 пунктов что в общем то неплохо сейчас у нас идея здесь следующая у нас появилась формация вложенного дня и появились новые границы движения цены сверху и снизу теперь у нас цена находится в своеобразном канале откуда гораздо проще работать отложенными ордерами нежели по рынку смотрите идея следующая приоритетное направление в данный момент у нас пока что вроде как даже остается северным то есть по структуре мы вполне можем с вами уйти дальше в восходящем направлении но и здесь в принципе цель у нас это локально обновление локального максимума и достижение неотработанного целевого диапазона однако вот эта группа ликвидности она может опрокинуть цену в нисходящем направлении поэтому будьте внимательны от уровня 135 32 и 132 39 мы ждем отскока и какого-то коррекционного движения но где-то порядка 70 пунктов а затем уже у нас возможен заход в целевые диапазоны более дальние здесь можете либо агрессивно от границ диапазона заходить либо искать какой-то разворотный паттерн и после этого заходить в рынок на смену направления движения то есть пока что границы у нас именно такие остаются более дальние цели а у нас также имеют место быть они актуальны но для того чтобы до них добраться нужно как минимум отработать ближайшие доллар японская иена пока продолжает двигаться в восходящем направлении постоянно у нас обновляется локальный минимум подтягивается но тем не менее вчера мы не смогли обновить локальный максимум то есть здесь в принципе происходит примерно то же самое что что и на евро долларе только с меньшей амплитудой зажимаемся мы своеобразном треугольнике обратите внимание здесь также есть формация вложенного дня и новые границы движения 103 902 103 101 два наших уровня сверху и снизу то есть от них можно смело пробовать какие-то отскоки и целевые диапазоны 104 008 104 116 сверху и 102 888 102 995 снизу в прошлый раз эти же цели давайте посмотрим у нас отработали ну достаточно неплохо было вот здесь полная отработка здесь у нас частичная отработка была вот эти диапазончики до сих пор остаются не отработанными их можно продлить чтобы не терять из виду но тем не менее как бы ну учитывая что мы до них не дошли значит здесь точки входа у нас даже и не было ну а вот эти диапазоны ликвидности как видим здесь у нас была отработка итак значит на текущий момент сценарий движения основной такой что мы отталкиваемся от трендовой линии поддержки летим к этому уровню отсюда смотрим отскок потенциал здесь получится небольшой где-то порядка 18 20 пунктов затем повышение вот в эту зону здесь мы можем чисто теоретически пробить и до следующего целевого диапазона и затем движение в нисходящем направлении если же соответственно мы сразу пойдем пробивать нашу трендовую линию то значит будем двигаться к нашим нижним целям и здесь уже сценарий будет именно вот такой доллар-канадец после своего повышения немного завис но как мы вчера и говорили то есть что у нас после отскока от этого уровня есть перспектива восходящего движения мы немножко выросли на 70 пунктов практически и сейчас у нас здесь также есть границы вложенного дня 12969 128 00 ключевые уровни и диапазоны 129920 130 142 сверху 12755 12777 снизу сценарий отработки точно такой же как по фунту поэтому можете работать отложенными ордерами сценарий движения вот такой либо вот такой далее австралиец доллар австралиец доллар у нас также находится в небольшом флете здесь у нас целей вокруг гораздо больше чем у других валютных пар ну потому что в принципе то есть после своего долгого восхождения он перешел в такой своеобразный сначала вот такой флэт затем вот такой флэт ну и теперь собственно говоря ждем какого-то выхода из всего этого накопления и заходим по движению цели сверху 0.7618 целевой уровень и диапазон 0.7636 0.7653 сверху и снизу соответственно 0.7487 0.74701 0.7452 вот такие цели по австралийцу тоже вложенный день и соответственно работаем точно по такому же сценарию как и в других случаях то есть работаем от крайнего уровня на отскок и от диапазона на разворот будьте внимательны у нас может быть разворот уже от вот этих ключевых уровней то есть в этом случае просто не сработанные отложенные ордера советую удалить так новозеландец доллар практически похоже у них структуры движения с австралийцем здесь тоже своеобразный флэт у нас наметился после понедельника здесь границы движения следующие 0.7137 уровень сверху 0.70 ровно 0.1 уровень снизу причем с большей вероятностью конечно я вам рекомендую обратить внимание на нижний уровень поскольку здесь все таки есть неплохие стоп лоссы участников и здесь мы можем ну действительно с большей вероятностью сюда прийти и уже затем пойти в восходящем направлении цели конечно есть и там и там но знаем мы прекрасно что цена ходит за стоп лоссами ключевой диапазон новый сверху это 0.7155 0.7174 диапазон снизу 0.6964 0.6982 работаем от них отложенными ордерами золото также перешло в небольшое накопление все таки вчера пробили мы вот эту линию поддержки сопротивления и как видим закрепились ниже нее сейчас продолжаем находиться ниже соответственно здесь у нас приоритетное направление будет пока что нисходящее и от уровня 1849 21 можно рассматривать отскоки от диапазона 1837 24 1843 23 можно рассматривать смена направления движения помните о том что по золоту эти зоны работают порой очень даже хорошо то есть как это было в прошлый раз когда мы подошли к ключевому уровню здесь значит оттолкнулись от границы и собственно прошли полный потенциал здесь у нас была реакция и после достижения целевого диапазона также была неплохая реакция поэтому в этот раз в принципе может история повторится цели сверху 1893 69 уровень и диапазон 1899 94 1905 79 серебро серебро подобно золоту похожее у них движение тоже находимся во флете однако серебро снизилось гораздо больше то есть практически мы достигли локального минимума образованного в понедельник и здесь у нас идея следующая у нас также здесь есть ключевой уровень ближайший 25.03 а по формации вложенного дня получаем еще несколько уровней 24.51 и диапазон 23.80 24.14 поэтому от них также рассматриваем движение в восходящем направлении то есть это у нас цели поддержки цели сопротивления 27.15 ближайший ключевой уровень 27.49 27.85 целевой диапазон такие цели по серебру и нефть марки бренд вышли мы вчера как говорили из трендового канала но и пока собственно продолжаем идти в нисходящем направлении локальный минимум пока не перебили но с учетом того что мы снова с глебом открылись вниз вполне возможно что сегодня это произойдет ближайшие цели 49 ровно ключевой уровень 48.38 48.69 новый целевой диапазон но будьте внимательны у нас есть еще один не отработанный по сетке фибоначчи и цели сверху 51.31 51.62 51.93 от них также можно пробовать какие-то продажи тем более что ну здесь наверное рекомендую все таки заходить от верхней границы если вы будете выставлять именно отложенные ордера то есть от первого уровня и от верхней границы поскольку здесь вот этот срыв цены он находится немного выше наших целей вполне возможно что мы пойдем его закрывать вот таким образом и только после этого идти в нисходящем направлении фундамент по крайней мере этому благоволит доллар рубль продолжаем восходящее движение сегодня на открытии торгов снизились но скорее всего это будет просто коррекционное движение как вчера у нас была такая небольшая болтанка поэтому здесь пока что у нас есть неотработанные цели сверху 76 59 многие аналитики уверены о том что уверены в том что мы год закончим на котировке 80 рублей за доллар поэтому будьте внимательны однако в короткосрочной тенденции у нас здесь есть все таки такая назревающая дивергенция мы видим поэтому вполне возможно что мы сделаем коррекционное движение но куда-то примерно вот в эту область плюс-минус то есть если текущий максимум не будет перебит то скорее всего где-то в эту область мы с вами придем здесь можно отметить ключевой уровень 74 47 и на него ориентироваться ну а пока что то есть вот по такому сценарию продолжаем двигаться в восходящем направлении такие торговые идеи есть на сегодня надеюсь вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик чтобы не пропустить следующий обзор также хочу вас попросить в комментариях указать что бы вы хотели видеть в наших обзорах какие-то может быть дополнительные инструменты либо есть какие-то пожелания по формату и времени выхода данных обзоров мы с удовольствием их рассмотрим и постараемся сделать для вас так чтобы вам это было удобно и полезно хорошего дня и удачной торговли есть как , чтобы не пропустить некоторые ответы в